Я не вижу, что четыре зама пришло на комиссию. Я вторую. Я первую отберу в сессии, я так самую. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос дало. Я посмотрел порядок денег, и практически все вопросы, это вопросы администрации. Мы сегодня разговариваем о выделении денег, особо важные, а на весовые комплексы там, выделение денег, смены, программы. Скажите, пожалуйста, что с этими днями, которые выделены депутатам на их округа для вытачивания материально-социальной базы. Еще в марте месяце была сессия, и вам делегировали такие помощи распоряжаться нашими кошками. Почему сегодня тормозятся эти деньги? Почему не выполняются наши обещания перед выборками? Почему мы не можем сегодня получить эти деньги? Скажите мне, пожалуйста, почему вы тормозите эти деньги, когда прекратится вот эта игра ваша вся? Вот скажите, пожалуйста, почему сегодня должны страдать школы, садии? Ведь все-таки родители ждут там уже этих денег. Уже звонят телефоны красные. Когда вы дадите деньги, чтобы мы покращили? Сделали ремонты, ремонтировали парты, побелили учебное помещение, заменили окна. Скажите, это не важный вопрос? Ведь у каждого депутата есть на своем укро и какие-то проблемы, и не знают их. Вот скажите, пожалуйста, вот когда вы уже отнесетесь к депутатам с уважением, почему мы должны вас уважать, ходить на комиссию, рассматривать ваши вопросы, бросать личные дела, люди выходят с отпуска, чтобы прийти на сессию и голосовать за ваши вопросы? Вот скажите, пожалуйста, вот когда вы прекратите над нами издеваться? Вот у меня вопрос. Дякую вам за ваше питание. Я не думаю, что депутатам потребно применять работу, департамента, обучение, как и другие департаменты, которые совершают свою работу. Все, в основном, належат и до подготовки, и до научного подготовки. Есть разные программы, есть открытые студенты, и для тех, кто подъехал, что до того, что вы отведены ваши вопросы, и для тех, кто подъехал, что вы взяли на себя такую большую ответственность, выбрали, стали депутатами, представляете громаду. На жаль, оно потребует, когда каких-то неизвестностей, это обучение комиссии, это заслуховывание важных вопросов. Мы вам за это вдячем. Что до депутатских, как вы говорите, денег, это деньги, которые вы выделили на выполнение депутатских повноважений. Но это никак не предпочитает, что если они не пошли запустить за школу, до этого же работали в школу. А вы приедете, пожалуйста, хоть в одну школу, а вы не рассказываете нам, как надо жить. Мы каждый день в селе знаем, как там люди живут. А вы рассказываете, кто как предпочает, и как... Разрешите? Нет, но... Вы знаете, очень хорошая форма войти в какое-то глубокое пике по поводу того, что должны ли или обязаны ли депутаты. Отчего вы рассуждаете о том, что мы должны и что мы обязаны? Зачем вам это надо? Вы, пожалуйста, перечислите деньги. Если бы достаточно было денег у школ, у больниц и у детских садиков, они бы не обращались к депутатам за теми деньгами. Мы законно должны получить эти деньги, а вы нам рассказываете, что не остановится школа. Да не остановится школа, если и копейки не дадут. И если мы еще живем, вопрос не в этом, вопрос не надо нам рассказывать, что нам делать. Объясните, когда будут перечитаться деньги. Все, вопрос точный. Если вы мне, как ваш коллега, закинчите, я бы вам сказал, что в России есть месячный список, как все вы дали, которые помесячно распределяются, не могут идти в один месяц. И, соответственно, до этого помесячного списка, заявки и на какую сумму, мы помесячно и не пускаем все деньги. Был сделанный запись, на 1-м и 7-м была надана информация официально, какому депутату, сколько было выделено, на какие сберегу. Ну, если вы, извините, кому из ваших коллег пришло с ковши, кому впереди решено, так бывает. Никакой не отвечает. Никакой не отвечает. Никакой не отвечает. Никакой не отвечает. Я не знаю, почему и у вас так воно выникает. Я сейчас вам скажу, я вам скажу, значит, нет, секундочку. Значит, уважаемые заместители главы области администрации, я вторую каденцию в областном совете, и никогда такого не было. Подавалась заявка и перечислялись деньги. В течение недели. В течение недели. А вы сейчас говорите, что, а может, помочь скорше, а помочь признише. А я объясню, подождите, если вы дадите мне ответить. А я вам объясню, что происходит. Когда приходят сагберные депутаты к главе областной администрации и вижут ему руки, и обещают что-то делать, тогда деньги перечисляются на депутатские нужды. А когда нет, так и денег нет. Извините, но мы работать так не будем. Мы должны заниматься чиновочитанием, а не выполнять те обязательства, которые у вас есть как депутаты. А вы нам говорите, вы не даете, просто тормозите, блокируете деньги, и говорите, что, ну, это дело управления образованием. Ну, и что дело, еще раз говорю. Если так достаточно денег. То, что я сказал, то, что я сказал, это не то, как вы висловите. Свою интерпретацию, скажите, что у вашей интерпретации, я по-моему, чётко висловил, что я мог бы на увазе сиропрингу. Если вы имеете на увазе, что раньше, то об цих кошечек был и не было проблем в одном месяце виталили. Сейчас, вишите, у моего помесячного распространения. Есть бюджетный кодекс, который установит правила. За это же помесячный распространение, то, что у вас какие-то фантазии, и другие, что от того, что происходит, ну, это ваше право. Мы не ответы, но там уже подозвать, ну, что у нас приближает. Я бы хотел, ваше, я бы хотел без всяких эмоций, вот спросить у вас. Вот на сегодняшний день, в удивлении этих денег, я их не хочу называть депутатскими, потому что люди неправильно, многие не понимают слово депутатские. Они думают, что нам их ложат в шахматы. Это деньги избирателей, налогоплательщиков. Это деньги, это деньги бюджета и налогоплательщиков. Но идут на рассмотрение депутатов у себя на округе. Скажите, сегодня, на сегодняшний день, без вашего разрешения эти деньги уйти могут депутатам? Что значит разрешение? Подписи или согласие? Подписи. Нет, конечно, потому что и помещерозные. Если вы там приближете, украснусь с счетами, вам сразу же учатся по месячному росписи. Скажите, пожалуйста, вы влияете на эту ситуацию? Нет, по порядку чиновности по месячной росписи. У нас никогда в жизни такого не было. Мало того, я вам скажу больше, что этого не было ни в одном областном совете страны. Вы только с вашим приходом началось влияние на этот вопрос. Это первое. Сейчас я закончу. Вы делали нам замечание. Это первое, я хочу сказать. Второе, отношения между вами и депутатами сложились таким образом, что вы хотите вот именно таким образом влиять на мнение депутатов. Я хочу вам заметить, что вы сидите в своих креслах волею одного человека. Это главы администрации. Я зашу свою муку, я вас тут перебью, потому что я пришел в конкурс, открытый, зиму закона по державному службу. Значит, вы все прекрасно понимали. Что вы понимаете? Это ваши домысли. Разумеете, если он на мою думку, тогда я вас разумею. Что на вашу думку вам дается так. Давайте я закончу, а вы мне сделаете тогда замечание. Я не могу, если я не прав. Так вот, я еще раз говорю, что вы сидите в креслах, потому что губернатор на это был согласен. А мы сидим здесь каждый, 64 человека, волею 20-30 тысяч людей. Поэтому разницу вы эту должны ощущать. Согласно Конституции, мы должны контролировать исполнительную власть. Мы не имеем права, мы обязаны контролировать исполнительную власть. Исполнительная власть, конечно, в этом вопросе очень упирается. И последнее. Вы нанятые громадой менеджеры, работники, которые получают зарплату от бюджета налогоплательщика. Так вот, я бы хотел, чтобы построить формат наших взаимоотношений как рабочий и работодатель. И вы точно не работодатель. Поэтому, пожалуйста, относитесь к нам, как к высшему государственному органу Николаевской области. И наши... Вы не читайте, не вычитывайте тузаксты. Я обучаюсь. Я навете державой. Кто здесь сидит, говорите, что вы можете себе что-то хочет. Я пришел в пункт, чтобы до него дойти, я все свое життя посвятил державную службу. Скажите, для вас является законом решения областного сессии. Выполняйте его. Мы выделили деньги. Мы выделили деньги. Мы выделили деньги. Да, и вот выполняйте этот закон. А вы начинаете. Вы что хотите сказать? Вы что хотите расправить хотите? Вы уважайте мою закону. У меня есть законы. Я делаю способы, такие выточенные законы. Каким законам? Догонавчик. А ваши домыслы и какие недомыслы? Вы выполните законы и все. Вы разделяете хорошие и поздние депутаты. Мы можем все поделять обо мне, но у нас есть порядок цельный. Давайте все закидим. Можно один вопрос? Вернемся до постановления.